опача всем приветики рада видеть вас на моем канале телекоплей я наташа мы сегодня с вами продолжаем играть в торнавей это игра про девочку которая попала он слаги да вместе с мамой ее папа ушел на вторую мировую войну и наша мама к сожалению прошлой серии погибла это было очень грустно и вот мы теперь вынуждены выживать самостоятельно поэтому посмотрим как будут развиваться события дальше усаживайтесь поудобнее игра такая печальная грустненькая но мне кажется интересненько и такие истории действительно важно переживать скажем так чтобы не забывать как все это страшно так мы с вами остановились в доме и вот мы как бы приснули вроде бы как и ой нам чё опять честно мать нашу помершую спеть надеюсь что нет нет вроде бы нет ну вот мы с вами значит бежим так сейчас чуть повыше по дому хочу то как-то низко был микрофон мы вроде бы как находимся в германии потом можем смело петь песню я из германии провел целебный завтрак привозил и отказ на вас летит амбробене амбробене ты-ты-ты-ты-ты-ты да и на самом деле не в тему но извините надо как-то разряжать обстановку чтобы было проще жить нам показывают масштабы главное чтобы она выжила эта девочка потому что будет грустно если вдруг все эти усилия пойдут прахом ее цель кстати если вдруг кто-то забыл найти папу у нас есть верный помощник варежка который нам помогает наш воображаемый друг вот а наша цель конечно я так понимаю найти папу но ребенку очень плохо потому что она осталась одна без мамы представляете ася теперь предстоит борьба за выживание вот собственно та самая борьба вот и говорю мы в этом домике с вами присунули а ой ася она такая исхудавшая ася там кто-то пришел все кобздец чё делать ну тихо без лишнего движения куда бежать думай 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 куда бежать куда бежать рад чтоб никто не услышал тихонечко фига там сова сидит я только сейчас заметила ну вы ее не увидите короче она вот вот тут вот короче сидит так ладно выходим аккуратно здорово вылезем в окно давай только осторожно хорошо а кто там интересно там наверно немцы да долбятся да уж не задалась ночевка не говори а так все хорошо начиналось задремал ну мы хотя бы погрелись поели сухарей и выпили кофе ничего так что в целом неплохо чуть-чуть отогрелись убежище какое-то подвернется уже может быть даже обморожение не будет все на самом деле я считаю что детям нужно с детства говорить что делать вот в каких-то таких условиях надо строить там себя укрытия шалашики а вдруг это папка полетела тебя ищет а вдруг на самолете то мы мигом на родину доберемся главное чтоб меня сейчас медведи тут не подрали нужно чтобы он нас заметил есть идеи развести костер это что давай вот я считаю что нужно детей обучать надо лезть только голову пригнуть не забудь давай а это вода или это просто ветер нет ну вроде бы ветер а то ногам бы капсда была как же он скучал наверное думаешь а зачем мы тут привстали сейчас как подерут меня медведи вообще надо было бы здесь ей остаться здесь очевидно теплее будет и тут можно развести костер он в принципе не должен привлечь внимание чего мы за ним поспеем главное нам не останавливаться угу ну идем потихонечку жалко что она бежать то не умеет я бы на ее месте бы ринулась бы бегом во первых у нас в спине кто то есть и естественно что логично надо бежать а во вторых тут еще и самолет и вроде бы как советский надо вообще галопом по европам бежать быстрее чтоб овось овось и заметит маленькое пятнышко бегущее тем более у меня синие волосы должны вообще обратить внимание как яркое пятно понимаешь а она себе идет тихонечко ножками еле перебирает по моему волки воют купец давайте не будут у меня волки есть у меня предчувствие и у меня нехорошее ты знаешь нам надо бы поосторожнее думаешь так видимо мне нужно тут темно давай на свет выйдем мне кажется надо идти к пенечку который подсвечивался да вот так вот ребенок тут у нас о все посветлело короче туда не ходим там темно стало и страшно в данном случае темнота не наш друг ну я просто думала может быть там есть какой-то проход так давай пойдем асенька только только вперед все у нас получится если встретим волка возьмем палку будем биться палкой а что делать сейчас заблужусь и прикинь обратно вернусь к тому дому где меня уже ждет куча немцев и что будем делать еще еще такое вот время года противное да вот зима ни грибочка ни ягодки ни водички тебе все замерзшее спящее а кушать то хочется а погреться то опа следы только не говорите что это медведь пожалуйста что это что это такое гляди-ка я конечно не следопыт но это явно не белка и не заяц твою дивизию дикие звери они же это ты давай тут не нагнетай пожалуйста спасибо ты знаешь нам надо бы поостороже у нас не так чтобы есть выбор дорогой мой не ну обычно на человека нападают либо животные когда они защищают свое потомство либо которые уже прям совсем отчаянные в стадии голодания понимаешь поэтому если мы будем себя аккуратно вести то в целом мне кажется все должно пройти хорошо нас не должны сожрать все хорошо ну пока ветра нет нормально ну потому что фиг убахнуло детям же не рекомендуют пить кофе вот я жахнула кофе мне как энергетик знаешь сердце теперь ну чё ты меня не видишь что ли глаза разуй и включи там свои прожектора фары и шо-нибудь путь вон уже и просвет какой-то давай через речку махнем а там где-то что заприметит нас папа не может быть но я сомневаюсь что это папа есть только сомнения в этом всем почему нельзя бежать ну реально ну вот бери без а можно опа ча нет 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 ох ты ну повезло я могу бежать теперь Да это не папа. Ну какой это папа? Ну давайте теперь на каждую, блин, на каждого мужика говорить, что это папа. Это просто какой-то солдат. Живой вроде бы, да? Ты живой? Что, реально папа? Ой, а это не папа. Че, живой будет? Дядя. И че, я его сейчас выхаживать буду? Это прям как Элли и Джоэл из Last of Us. Прям. Девочка, в лесу. Да. Ася. А меня Игорь. Будем знакомы. Ну что, давай костер разводить, пока мы с тобой не задубели тут. Спички у меня есть. Карта уже не пригодится, похоже. Только вот подняться я не могу. Так что сухие ветки тебе натаскать придется. Справишься? Угу. Да. То, что надо. Еще несколько таких и будет. Хорошо. Сейчас. Будь осторожна. Тут могут быть звери. Да я сама зверь. А уж. Хотя шум от падения должен быть всех распугал. Нормально, не переживай. Это я всех распугала волков. А ты не из болтливых, я смотрю. Уважаю. Это кажется мокрое. Сам я говорю, чтобы создание не терять. Раз уж шевелиться не особо выходит. Это твой сюртук висит. Думаю, этого будет достаточно. Можно разводить костер. Давай. А не придут ли сюда сейчас вражины? Пока мы тут сейчас с костерком будем сидеть. Думаю, не подойдет. Где? Вот тут. Умница. Теперь надо поставить... Поставить шалашку. Не знаю, меня папа учил. Хороший человек должен быть, папа твой. Самый лучший. Ставим шалашку. Ловко ты управилась. Конечно. Блин, вот это вот у меня плохо. Э! Чувак! Чего это у нас все спички-то пополомались? Вот, другое дело. Ох, саднит, зараза. Могу я как-то помочь? Да что тут сделаешь. Хотя, знаешь, в кабине аптечка должна быть. Посмотришь? Ты возьми горящую веточку. Лучше видно будет. Ладно. Сейчас. Сейчас. Это? Тут ничего нет. Лучше. Похоже. Я могу поискать. А, я даже знаю, где она. О, это фотография. Фотография вот этого паренька. С любовью от Марии и Сонечки. Все, больше ничего тут у тебя нет. Я даже знаю, где она. Я видела эту аптечку. Она вот здесь вот висела у нас. Вот она. О, вот она. Только вот сумка порвана. А внутри... Нужно быть снег упал. Ну, давай соберем. Все, у меня есть комплект. Ты прямо сыщик? Да. Что бы я без тебя делал? Не знаю, дядь. Повезло тебе просто, что я оказалась рядом. Вообще. Что бы ты без меня делал? Вообще, взрослые должны мне помогать, а не наоборот. Раны тебе перевязывать, надеюсь, не приходилось? Нет. Смотри. Сначала надо промыть все водой. Так. Есть. Затем обработать перекисью. Есть. Чтобы никакая зараза в кровь не попала. Все сделала. Вот теперь можно замотать руку бинтом. Замотала. Все. Хочешь в медсестры. Спасибо. Спасибо тебе большое, Ася. Не за что. Ты вообще как тут оказалась? Куда путь держишь? Ну так, в Макдональдс. Это долгая история. Я домой иду. Меня в деревне бабуля ждет. А в лесу я оказалась, потому что... Вот я дурында. Чуть не забыла. Я фотографию у вас в кабине нашла. Вот. Это же... Мои родненькие. Я уж думал, все. Пропала фотокарточка. Меня ведь тоже в родной деревне ждут. Дочь моя. Чуть помладше тебя, девчонка. Сонни зовут. С матерью осталось. Словно целая жизнь... Прошла с тех пор. Знаешь, я порой закрываю глаза... Грустно это все. Прошло с тех пор. Последний раз. Ну это он, я так понимаю, представляет, как он вернется домой. Прям такая надежда. Чем дальше я поплываю, тем теплее и радостнее у меня души. Прикольно, кстати. Цветом передали, да? А то у него прям так все ярко-ярко становится. Как будто бы он маленький ребенок. Какая невинность детская, непринужденность. Вот-вот и родные просторы начинают проявляться за горизонтом. А там, семья, там и дом родной. Где дом, там и родина моя дочь и жена. Вот уже обнимаю их носом, соломенные волосы, зарываюсь. Они плачут от счастья, целую их в соленые щеки. Говорю им, как ждал этого часа. Так бы и заново. Как мило. Там у них, вон, даже церковушка есть. В деревняшке. Если сейчас побежишь, не догонят. В той стороне город, там выжить больше шансов. Возьми фотографию только, пожалуйста. Чувствую, им с тобой надежнее будет. Блин, ну ё-моё. Ну, как же вы? Беги, беги давай. Со мной всё будет нормально. Блин, ну его сейчас, наверное, пристрелят. Ммм, Игорь. Чую, они у нас на хвосте. За что Игорь-то? Ну, бедный Игорь-то, ёпта. Осторожно, там камни. Я умерла. Осторожно, там камни. Я просто, я что-то думала, у меня всё хорошо будет. Да вообще, блин. Только всё начинало налаживаться. Никакого покоя. Игоря за что-то. Ну, камон, подымайся, ёпта. Не время лежать, подруга. Да камон. Да ну я не умею. Сейчас меня поймают, за то, что я такая клуша. Бежим. Да подымайся, ну шо ты лежишь. Ержан. Давай, побежала. Немцы, холод, дикие звери, не дай бог. Да вообще, кошмар. Где вообще можно тут приткнуться, чтобы спокойно посидеть? Перевести дух. Погреться. Игоря. За этого ли, прикинь? Жалко Игоря. Хороший мужик был. Выше нос. Не зря мы с тобой столько уже прошли. Угу. Игоря отдали. Вообще, мне очень просто, на самом деле, зимой выследить по снегам. Потому что, блин, ну следы-то остаются. Прыжок. Прыжок. Ни хрена себе. Вижу. Все в порядке. Ладно. Я думала, я сейчас откисну. Сейчас выберемся. Не боись. Да надо, наоборот, здесь посидеть. Здесь теплее. И если тут развести костер, никто его не увидит. И можно тут посидеть, передохнуть нормально. Тише, тише. Тише, тише. Ёп твою мать. Слышишь? Кажется, зверь какой-то. Какой-то волк. Давай-ка мы переждем. Жесть. Вот это прикол. У нас все хуже и хуже с каждым. Да все, нормально можно идти. Ася. Осторожно. А, это лед. Сейчас не хватало под лед провалиться. Чего ты присела-то опять? Так, если был один, значит и остальные неподалеку. Ну, если это только не волк-одиночка. Давай глядеть в оба. И... Тише воды, ниже травы. Так они же меня могут учуять. Ну, господи. Надо, наоборот, шуметь. Животные не любят резких звуков. Надо, наоборот, орать, как этот. Как резаный, типа, вообще. Да хрен я вообще через лес поперлась. Хотя, может быть, и хорошо. Знаешь, в лесу хотя бы мин нет. А то, если бы по полю какому пошла, там бы мины и все. И кобздец. Что делать? Что мне с ним делать? Бздец. А как мне пройти? Ага, перебежать. Да у меня вообще времени нет. Опять. Кобзда вообще. Ё-моё. Ещё один. Пригнись. Чё делать? Так близко. Я от страха чуть не развязался. Чё делать? Напряженька на перделька. Ну, капец. Как же нам повезло. Да вообще не говори. Ещё сейчас медведя какому-нибудь встретим. Бежим, бежим. Очко жим-жим. Поверить не могу. Мы выжили. Угу. А то б нас волки задрали. Ни разу не попадись волкам. Вот так вот без ужина волков остались. День 855-й Германия. 25 декабря 44-й год. Ну, получается, война-то почти закончилась-то. Нужно идти. Угу. Через не могу, Ася. Она уже обессилена вообще-то. Посмотри, она еле стоит. Она ещё и заболевает. Температура. Вот это вот всё. Ты кашляешь или что? Угу. Не-не-не-не-не-не-не. Болеть нам никак нельзя. А вот я заболела, и что ты сделаешь? Продуло меня. Это неудивительно. Только светало, когда с Игорем попрощались. Теперь уж снова солнце заходит. Ах, что ж такое-то. У меня прям чёрная полоса реально. Кажется, вижу огни вдалеке. Не факт, что наши. Уверен, ещё немного и к городу выйдем. И что? Интересно, какие они, немецкие города? А что, нас там примут с распространенными объятиями, думаешь? Ну, ничего. Мы с тобой и не такое видали. По крайней мере, теплее будет. А уж еду и подавно там найдём. Да. Ух ты ж. Не обманул нас Игорь. Дошли, наконец. До чего? До города? Ты чё? Ася. Вот другое дело. Настрой это самое главное. Так, и чё? Это немецкий город. Погоди, не спеши. Только под колёса нам угодить не хватало. Вряд ли меня сейчас тут русскую девочку примут таки с распростёртыми объятиями. Скажут, заходи, девочка, заходи. А брат у меня в лагерь. Я тут вспомнил кое-что. Что? Это нашивка твоя, нам в городе ни к чему. Спасибо. Вот так. Давно нужно было это сделать. Сорви нашивку ОСТ. Сорвали. Ох, не нравится мне твой кашель. А, но она же знает немецкий. Она может закосить под немецкого ребёнка. Кажется, там кто-то есть. Присядь. Ругается, говорит, дерьмо. О, повезло, что он нас не заметил. Но он ремонтирует. Не, если что, надо тоже на немецком говорить. Ибо я немецкий ребёнок. Может, ограбим? А ещё он свой бутерброд не доел. Ну, значит, ему больше не нужно, правильно? Правильно. Давай возьмём бутерброд. Котик! Эй! Вот это наглость! Давай за ним. Может, ещё нагоним. Да ладно, пусть котик кушает. Пусть котик кушает. Только не забывай про осторожность. Никому здесь не... Тихо, 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 тихо. Пускай пройдут. Пусть. О, вижу его. Может, у него котятки есть? Может, у него котятки? Стой, осторожно. Чего? Чего? Чего стой? Чего осторожно? Осик. Вот же бестия скрылся. Не буду от него отнимать бутерброд. Тоже думаешь, что он там что-то прячет? Я думаю, у него там котятки. Мы между этих путев с тобой не протиснемся. Но мы запомнили, где он обитает. Я думаю, у него там котятки. Поэтому я не буду отбирать котика еду. Ну, люди вроде обычные ходят. Ничего не предвещает беды. Куда полезла? О, бля, какая кура. Мне чудится. Глаза, может, и подводят. Зато нос никогда. Так, а давай подойдем поближе, пока его не унесли. Давай. Окно не закрыто. Вот так удача. Ой. Ты целая? Да. Никакой мне курицы. Жаль. А так хотелось курочки. Это же надо так, а? Ну что за люди? Угу. Расстроили меня. Найдем что-нибудь еще. Угу. Ярмарка какая-то. Можно украсть. Хотя, наверное, не очень украсть. Гуси жареные, огни, песни. Их тут Рождество. Праздник какой-то. У них ярмарки новогодние. Ну что, Новый год? Угу. Вот же время-то летит. Мне не нравится ее кашель. Это не есть хорошо. Праздник. Праздник. Мы с тобой тоже отпразднуем, когда еды раздобыть наконец. Угу. Почему она не может бежать? Все. Кончились силы. Силы ее покинули. Здесь хотя бы ветра нет. Угу. А вот смотри-ка. У немцев дома друг к другу жмутся. Так им, видимо, теплее. У них вообще плохая изоляция. Типа. Где мне? У них очень дома холодно всегда. Угу. Гляди-ка. Похоже на булочную. Давай посмотрим. Мало ли, перепадет чего. Ага. Прям перепадет. Я выгляжу как сирота Казанская. Вряд ли мне кто-то что даст. Пишите. Выпечки в них много. может чего растеряют по пути мы пошли за детьми сомневаюсь она пыталась добыть еды ничего главное не отчаиваться что-нибудь да обязательно подвернется действительно будем лететь в оба она по-моему дети убежали эх гуся нашего и след простыл но уже съели его конечно и ладно будет нам еще добыча не вешай так ну котика главное не мучаю рейте а то я переживала может быть котика будут мучить ты смотри мелюзга хлеб разбазаривает вот же негодники выбор у нас невелик хлебные крошки тоже еда если осторожно подкрасться принять ой они надо мной смеются нас заметили беги ой ой ё-моё противные какие дети ася а они просто так только не пинай меня пожалуйста так ладно оказались нормальными я думал они сейчас что-нибудь это ну вот дети все-таки не за нами бежали смотри-ка у этих маленьких разбойников тут потайной ход ну-ка давай-ка сходим может быть чем-нибудь там покушаем упал вот так встреча товарищ наш домашний оказывается а еду у честных людей значит для развлечения таскает ну нравится ему что же давайте тогда на этой нотке на сегодня закончим а в следующей серии с вами продолжим чё надеюсь будет становиться только лучшим ситуации но кто знает как чё закончится так что обязательно увидимся с вами в следующей серии всем пока